Доброе утро! На календаре 7 апреля. Сегодня Всемирный день здоровья. А по народному календарю Благовещение или Баби Праздник. День считался одним из самых важных в году. Так что и здоровья вам, и душевного равновесия с утра пораньше. Давайте узнаем, что же мы для вас приготовили в этом выпуске. Будем знакомиться с настоящими славянскими богами. Кубала! Бог! Наивысшее проявление энергии солнечного света в день летнего солнцестояния. Полюбуемся на пятнистого жирафа. Тут необходимы сильный насос и суперэластичные сосуды, способные выдержать давление в 400 миллиметров ртутного столба. Поедим полезные селедки. Чрезмерное употребление продукта способно негативно сказаться и на состоянии здорового организма. Удивимся характеру некоторых хвостатых. Но начнем это утро с зарядки. На старт! Внимание, марш! Перед садиком и перед школой делай зарядку и будешь здоровым. Перед работой, перед институтом делайся зарядку и все будет круто! Вы проснулись? Тогда встаем на суперзарядку! Начинаем шаг на месте. Ручку наверх! Вторую ручку наверх! В сторону! В сторону! Опустили! Еще разочек! Наверх! Наверх! В сторону! В сторону! Опустили! Раз! Два! Три! Четыре! Опустили! Классно! Все будет круто! Разомнем наши бедра! Раз! Два! Три! Четыре! Другая ножка! Раз! Два! Три! Четыре! Еще разочек! Выше коленочку! Молодцы! У вас так хорошо получается! Еще раз! Раз! Два! Три! Четыре! Молодцы! Все будет круто! Готовы! Готовы немножко попрыгать? Встаем! Приготовились! И раз! Два! Три! Четыре! Раз! Два! Хоп! 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 И последний раз! Раз! Два! Хоп! Продолжаем! Все будет круто! Наклончики! Раз! Два! Выросли! Раз! Два! Выросли! Раз! Два! Выросли! Раз! Два! Выросли! Теперь к полу! Раз! Два! Выросли! К ножке! Раз! Два! Выросли! Раз! Два! Выросли! Раз, два, выросли Раз, два, выросли И последний раз Раз, два, выросли Все будет круто! Будьте красивы, снимайтесь всегда Все будет круто! Как правильно? Нет блюдцев или нет блюдец? По народному верованию в день Благовещения Сам Бог благословляет землю и все, что на ней растет Поэтому появилась традиция освещать накануне праздника Или в сам праздник семена, предназначенные для посева В народе говорили, кто рано сеет, семян не теряет В общем, все вокруг пробуждалось к новой жизни Как на нашем следующем фото в рубрике для настроения А вы думали, муравьишки еще спят? Нет, они уже проснулись и готовы трудиться Всем бодрого утра и продуктивного дня! И секрет, что издревле на Руси язычество соседствовало с православием Так что о славянских богах и обычаях мы до сих пор не забыли Масленицу жжем, блины едим, через костер прыгаем А вот знаете ли вы, для чего и зачем все эти обряды? И каким богам посвящены? Все расскажем в нашем следующем сюжете Нетерпеливый мы народ, журналисты Этнодейство силой предков только готовится Генеральная репетиция идет А мы уже тут как тут И сразу с расспросами Что за странные инструменты организаторы вечера приготовили? Но привычные трещотки да бубны совсем не похожи Это называется... Калюка Калюка Покажи, как они звучат Вот, это варганы Даша, это мой без ума Спасибо, Даша Даша, покажи теперь вот другой Окарина Окарина Гром, покажи, замечательный струн Прибыл Но мы его будем использовать Это кугиклы Или еще их называют флейты пана Так, а вот это Постык дождя Звучит он вот так Ну а как балалайка всех в пляс зовет Мы и сами знаем Все эти инструменты из личной коллекции Дарьи Нестеровой Человек-оркестр давно фольклором увлекается Еще и других петь учит На этот раз вместе с актрисой театра юного зрителя Еленой Бычковой Задумали они о древних славянских богах рассказать И обряды календаря наших предков показать Начали со знакомого и незнакомого всем коляды Имя такое все слышали А вот кто он? Календарь! Бог! Вышний Бог! Управитель великими переменами в жизни родов расы великой И потомков рода небесного Даровал календарь бог предкам нашим Систему исчисления времени сезонного Для работ полевых Календарь! Календарь! Да! А также Мудрые беды свои Заповеди И наставления В честь календарь и календарь кипели По дворам ходили Угощения от хозяев ждали Открывайте сундучки Доставайте пятачки Если нету пирога Подавайте пирога Не дадите пирога Мы корову пирога Зададите лепешки Разобьем репешки А ну-ка хватит нас пугать Мы вам угощение приготовили Спасибо вам, хозяева Сколько в лесу осинок Столько вам свинок Сколько в лесу елочек Столько вам коровочек Счастья вам и крепкого здоровьца И детишек побольше А жадным да злым тоже желали Да побольше Спасибо тебе, хозяйка, за неласковые слова Дай бог вам подольше пожить Да побольше нажить Шей, да мы шей На раканах из ушей На двор шестье В огород шерпей Самому коледей И другим богам пели гимны С ними даже фольклористы Из группы Бережа Познакомились впервые Когда готовились к этому вечеру Славен Боже наш коляда Славен ты, ты славен буди Благодарим тебя за помощь рада А это вы знаете Пора с зимой прощаться Веселились наши предки на Масленицу Радовались окончанию морозов Масленица, божируха, пустое брюхо Съешь пирогом Масленица, божируха, пустое брюхо Съешь пирогом Вот когда гостилась С зимушкой просилась Я ладо-ладо-ладо-ладо Я плавила с вами И тебе села с вами Ладо-ладо-ладо-ладо Знали славяне, как весну заманить Тепло позвать Жаворонков пекли Да детей одаривали А те пели Ушли жаворонки Жаворонушки Прилетите к нам Прилетите к нам Весну красную В теплое свечка С наступлением теплых дней Славили дождь бога Дарха Перуновича Отмечали Тарха Перуновича За долгую и счастливую жизнь А также за избавление от сил Темного мира Дождь бог так Перуновича Славен Итри, славен Итри, славен Руди Благодарим тебя мы, подателя Жаркой июльской ночи вспоминали Ивана Купала Что-то о нем уже слышали, да забыли? Купала! Бог! Наивысшее проявление энергии солнечного света В день летнего солнцестояния Разный этот день, предки наши Мы сжигали огни Но главное, в этот день каждый из наших предков Должен был пройти обряд очищения Огнем и водой очищали они Тело свое, кубаясь в воде Душу свою, прыгая через костер И дух свой, ходя по раскаленным углем свастичного круга Только после этого можно было начинать жарку и сбор плодов И о русалках, и о традиции бросать венки в воду рассказали авторы вечера А потом и к свадьбе стали готовиться Осень для этого самая подходящая пора Как невесту выбирали, что с утра в самый главный день делали Чем жениха встречали Обо всем участники праздника рассказали и показали И песни спели Так что, друзья, в следующий раз, когда увидите анонс этнодейства Не поленитесь, сходите Если у зрителей после того, что они увидят Родится желание немножечко побольше узнать об истории Хотя бы об истории своей семьи Хотя бы о своих предках То мы будем считать, что наша миссия выполнена Этот деревенский парень, как он сам о себе говорит Точно свою историю не забудет Он уже и песни знает И в народном костюме ему легко и удобно И самые главные для себя традиции он крепко усвоил Ты, наверное, и праздники старинные русские знаешь, да? Тебе какой больше нравится? Масленица или Иван Купала? Масленица, потому что на масленицу всегда пекут блины Они вкусные, особенно с творогом Больше всего любишь с творогом? Угу В этом году ел с творогом? Да А ходил, смотрел, как масленицу жгут? Нет, у нас была репетиция тут Некогда было? Ну это не что Еще будет масленица Будет, обязательно будет И масленица, и жаворонки, и Иван Купала Время, как колесо у прялки, идет по кругу Давая нам возможность исправить старые ошибки Наверстать упущенное И получше узнать свою историю Главное, не растерять эти щедрые дары Прямо сейчас в эфире нашего канала рубрика «Щитовод» И сегодня Ирина Тарасова расскажет об одном из рекордсменов животного мира О жирафе По каким именно показателям он выбился вперед Сейчас и узнаем все внимание на экран Здравствуйте Помните у Николая Гумилева Ты плачешь? Послушай Далеко-далеко На озере Чад Изысканный бродит жираф Аня, мы предлагаем сегодня поговорить Это удивительное создание Во-первых, ему принадлежит тетосамого высокого животного нашей планеты Его рост от 4,5 до 6 метров Сразу скажем и провес От 800 килограммов до 1500 Причем 250 килограммов приходится на шею Ее длина, кстати, достигает 2 метров И это еще один рекорд среди млекопитающих Есть и другие По длине хвоста 2,5 метра И языка 45 сантиметров А вы знали, что у жирафа он черный? Сердце тоже заслуживает особого внимания Весит оно 10-12 килограммов И бьется 170 раз в минуту В 2016 году ученые выяснили Что у него необычное строение желудочков А их стенки укреплены сильнее, чем у других живых существ Оно и понятно Больше ведь никто не может похвастаться такой длинной шеей И поднять по ней кровь не так-то просто Тут необходимы сильный насос и суперэластичные сосуды Способные выдержать давление в 400 миллиметров ртутного столба У нашего пятнистого героя есть и то, и другое Еще и очень крепкие, с толстыми стенками сосуды в ногах Обычные просто взорвались бы от такого напора И еще один удивительный факт Зоологи давно наблюдают за жирафами Но никто и никогда не видел, чтобы эти великаны зевали Если человек за свою жизнь зевает около 250 тысяч раз Не отстают от него и другие теплокровные и холоднокровные То жираф, судя по всему, просто не умеет этого делать Дополнительные порции кислорода ему не нужны И без воды он может обходиться несколько недель Если у него в достатке растительной пищи Зато потом за раз способен выпить около 40 литров жидкости А вот жует чудо-великан практически постоянно, как обычная корова Особое лакомство для него – листья акации И бегает жираф, как лошадь, со скоростью до 55 километров в час В общем, чьих только привычек и признаков в нем не намешано А в итоге получился вот такой красавец О его возрасте можно судить по цвету пятен на шкуре Чем они темнее, тем старше их хозяин В привычной среде обитания жирафы живут около 25 лет В неволе до 35 Причем в зоопарках они чувствуют себя вполне комфортным О чем говорят частые появления детенышей Благодаря этому великаны до сих пор не попали в разряд вымирающих Общая численность жирафов сегодня оценивается в 110-150 тысяч особей И встретить их в дикой природе – большая удача Сегодня в нашем городе ожидается переменная облачность Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду Порывы до 16 Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 Ночью 3-5 градусов тепла Ты на стиле в любое время года Новая коллекция курток в сети магазинов Лале Антилоп Лале Антилоп Время быть на стиле Московское стол, второй этаж Сосиски ядрена копоть классические 89,90 Отруб свиной 179,90 Успей купить в Скидкино Кошки-мышки он играет Молоко из блюдца пьет Никогда не унывает Потому что это кот Предложи ему задачу, он решение найдет Ловит он за хвост удачу Потому что это кот Участие Росатома в освоении космоса Процесс снятия деталей со станка мы увеличили с помощью каракури на Зио Подольск На Байкале провели чемпионат подлёдной рыбалки К 25-летию Твейла Смотрите в среду в 20.00 Внимание! Весь апрель в телерадиокомпании Заречный На изготовление и размещение рекламы Скидка 20% Подробная информация по телефону 60 70 41 В народе очень любили Благовещение Во-первых, в этот день праздновали третью встречу весны А во-вторых, всегда ослаблялся пост Даже если праздник выпадал на Страстную пятницу Специально по случаю готовили кулебяку Особый пирог с рыбой О том, какая начинка для него была бы самой полезной Сейчас и узнаем Она самая популярная рыбка в нашей стране Чаще всего мы употребляем её в виде закуски Или в качестве ингредиента сложных блюд Приверженцев здорового питания особенно волнует вопрос пользы этой рыбы Так что давайте разбираться, насколько селёдка съедобный или несъедобный продукт Селёдка обычно имеет длину около 40 сантиметров и весят в среднем 600 граммов Её туловище характерного серо-серебристого оттенка приплюснуто с боков Живут эти рыбки стаями и питаются крилем и мальками В зависимости от того, где сельдь обитает, её разделяют на виды Каждый из них имеет свои отличительные особенности Полезные свойства и качества Самыми яркими представителями рода считаются сельдь атлантическая и тихоокеанская Споры о том, кто из них полезнее и вкуснее, не утихают и по сей день У каждой есть свои поклонники Однако вкусовые качества и то, и другой селёдки во многом зависят от времени лова Атлантическая сельдь водится в России и Норвегии, встречается в Дании и Исландии Практически ничем не отличается от неё тихоокеанский вид Ареалом её обитания считают Белое море и всю водную территорию на восток до берегов Америки Эти особи значительно крупнее своих атлантических собратьев Имеют темноватое мясо, в котором содержится много йода Различают также сельдь алюторскую, которая обладает непревзойденными вкусовыми качествами Благодаря холодным и экологически чистым водам Берингово и Белого морей Ловит её с сентября по ноябрь В этот период она наиболее жирная и вкусная Ещё один знаменитый представитель тихоокеанской сельди – Беломорская Её тушка крупная, достигает в длину 18-19 сантиметров По вкусовым качествам напоминает салаку В водах Каспийского и Черного морей водится Каспийско-Черноморская сельдь На нерест уходят в реки, такие как Волга, Дон, Урал, Дунай Славятся внушительными для своего семейства размерами Можно встретить рыбину больше одного килограмма Важно знать, что особенно вкусной любая селёдка будет в преднерестовый период или после него Стоит сказать и о сельде и в оси Сразу оговориться, что хотя эта рыба и принадлежит к семейству в сельдевых, является дальневосточной сардиной Путаница возникла во времена Советского Союза, когда и в оси для удобства причислили к селёдке В начале 90-х годов рыба исчезла с Дальнего Востока, сменив пути миграции И вылов её был запрещен Сейчас же у нас снова есть шанс ею полакомиться Стабильного показателя калорийности у сельди нет Этот фактор зависит от вида рыбы, места обитания, возраста и, конечно, способа приготовления Если у некоторых представителей семейства в свежем виде на 100 граммов мяса будет всего 86 килокалорий То у других этот показатель может составлять и 250 В мясе свежей сельди содержатся липидные соединения, которые способны оказывать серьезную помощь в борьбе с лишними килограммами Если говорить о витаминах, то из них следует выделить А, В12, Д Их в сельде больше всего А также Е, В1, В2, рибофлавин, тиамин, микроэлементы и минеральные вещества Кальций, фосфор, калий, железо, натрий, магний Жирные кислоты омега-6 и омега-3, которые являются незаменимыми для организма Поэтому специалисты рекомендуют включать мясо рыбы в рацион Благодаря присутствию олеиновой кислоты нормализуется сердечно-сосудистая деятельность Улучшается мозговое кровообращение Витамин D положительно влияет на нервную систему и костную ткань Все эти микроэлементы содержатся и в соленой рыбе Но важно помнить, что чрезмерное употребление соли вредит здоровью Плохо сказывается на работе печени, почек и состоянии суставов Все же сельд стоит употреблять с осторожностью людям с больной печенью и почками А также лицам, страдающим отечностью из-за нестабильной работы сердца С проблемами желудочно-кишечного тракта Чрезмерное употребление продукта способно негативно сказаться и на состоянии здорового организма Получить максимум пользы можно только из качественного продукта Поэтому при покупке обратите внимание на жабры Они должны быть темно-красные Глаза у свежей рыбины чистые Качественное мясо всегда упругое Тушка без порезов, налета, царапин и других повреждений Без следов ржавчины Купив селедку, необходимо сразу ее разделать Выпотрошить и выложить в отдельную посуду целиком Либо порезав тушку на куски В общем, если у вас нет никаких противопоказаний Смело включайте свежую сельдь в рацион Помните, что соленая рыбка скорее деликатес Но при этом не лишенный полезных качеств Поэтому мы записываем селедку в любом виде В наш список самых, что ни на есть съедобных Овин, это день приятного дружеского общения Вам будет весело и удобно в любой компании Постарайтесь, чтобы и с вами все чувствовали себя комфортно Телец, позвольте себе пойти на некоторый риск Есть шанс, что прибыль покроет потери с лихвой Только будьте осмотрительны и не заходите слишком далеко Близнецы, вам не стоит экспериментировать Как бы этого ни хотелось Чревато последствиями Если нечто малоприятное уже случилось Оставьте сожаление на потом Рак Чувствуете себя жертвой обстоятельств? Даже если вы правы Не жалейте себя слишком сильно Кислая мина еще никому не пошла на пользу Лев Вы будете твердо представлять Что хотите получить в результате своих трудов И ведь добьетесь желаемого Если ни разу не засомневаетесь в его необходимости Дева Как это обычно и случается Что-то тайное сегодня соблаговолит статья Под знаком этой неожиданной новости день и пройдет Весы Если хотите чего-то добиться от другого человека Не пытайтесь ограничить его свободу Иначе вы не достигнете нужного результата Вам никто ничего не должен Скорпион Сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели Пока сложно сказать, какой сюрприз вас ждет Приятный или не очень Готовьтесь к худшему Надейтесь на лучшее Стрелец Время у вас сегодня будет А вот идеи, как бы его потолковие провести Окажутся в дефиците Не торопитесь пользоваться чужими советами Козерог Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше семи раз Не хватайтесь за первый же понравившийся вам проект Рассмотрите все возможные варианты Водолей Сегодня над вами могут глупо и даже обидно подшутить Не стоит впадать в ярость Лучше сделайте вид, что вы ничего не заметили Рыбы Постоянное пребывание в центре внимания может истощить Даже если вы окружены теплой атмосферой В некоторых вопросах лучше временно отойти на второй план Как правильно? Нет блюдцев или нет блюдец? У существительных, которые во множественном числе Именительном падеже имеют основу на Ца, блюдца, сердца, кольца, щупальца В форме родительного падежа не может быть окончания Ев Только нулевое Нет блюдец, сердец, колец, щупалец Герои нашего следующего видео Оба мохнатые и четвероногие Различаются по большому счету Они только характерами Ну и тем, конечно, что один пес, а другой кот Чем закончится общение хвостатых Увидим вот это да Напоминаю, на календаре среда 7 апреля В этот день на Руси считалось большим грехом Браться за какое-то ни было дело Даже самое малое Люди так и говорили, в этот день девки кос не плетут Птицы гнезда не бьют Так что есть у нас с вами повод Немножечко сегодня полениться Но только самое малость Пусть день пройдет в спокойной обстановке И принесет только положительные эмоции Ну а мы увидимся завтра в эфире утреннего телеканала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин